Видимо, уже у нас активная политическая предвыборная фаза, и грузинская мечта, правящая партия, решила выдвинуть тяжелую политическую артиллерию в виде Гахария, Гарри Башвили, министра обороны и другие члены команды. Гахария требует, как министра внутренних дел, но требует кто? Сколько людей? Прошли 70 с чем-то дней, но протесты убавились и уменьшились. Но оказывается, на самом деле, население и общество поддерживают сильного харизматического лидера, который является Георгий Гахария. И, несомненно, он выявил себя как очень умелый, эффективный менеджер, который сплотит сейчас команду, правительство и будет координировать перед выборами, которые являются очень важнейшими для грузинской мечты, потому что впервые в грузинской истории, в нашей парламентской истории у нас будет 0% пропорциональные выборы. И чтобы получить 76 мест, которые нужны для формирования парламента, в грузинской мечте очень-очень много будет работать. И я думаю, что Гахария и другие члены команды сумеют это сделать, они уже выявили как эффективные менеджеры и будут так продолжать. Ну, не знаем мы результаты выборов в 2020 году, в октябре, будут очень трудные, наверное, жесткие политические действия будут происходить. Но, несмотря на это, грузинская мечта и его избиратели очень надеются, что Гахария будет такой сильный премьер-министр, который в третий раз получит мандат для грузинской мечты, чтобы они были в правительстве. Уже 7 лет продолжается этот нарратив, что надо закончить коабитацию таковую. Мы слышали из лидеров грузинской мечты уже в октябре, в ноябре прошлого года в президентской предвыборной кампании, что коабитация будет окончена. Но, видимо, такой заказ общества, большинство общества, ну, есть меньшинство и есть большинство, такой заказ есть, чтобы раз и навсегда покончить с политическими деструктивными силами, которые являются национальные движения и ее союзники на политическом поле в Грузии. Если бы Гахария не сумел бы защитить Конституцию, то есть парламент от каких-то вторжений, тогда он должен был уйти в отставку с поста министра внутренних дел. Но он защитил Конституцию, защитил парламент и не дал повод деструктивным силам, чтобы они революционными методами пришли во власть. Вот это еще основная сила Гахария, которая вызывает истерику и неспособность национального движения, чтобы нормально в политическом русле вести политическую игру. И я думаю, что его сильные качества выявятся на посту премьер-министра и он успешно доведет грузинскую мечту до выборов.